Последний раз хочу посмотреть на свою красотку. Сколько же всего с ней связано было. Короче, приехали за автомобилем. Невероятно. Пойдем. Короче, смотри, зажимаешь вот тут собаками, с той стороны крутишь. Кошками. Привет, ребятки. Вы, наверное, уже забыли, что у меня на канале есть такая рубрика, в которой я коплю на Бугатте на перегонки с Гордеем. Что-то совсем у меня все не задалось, плохо идет. Как вы помните, вот эту 39-ку мы сначала ее купили. Покупаем хату и бэху на сдачу. Потом у меня ее отобрали. Машина моя. И документы тоже наши. Не так давно я смог ее вернуть обратно, уже подмарафетил, по второму кругу покрасил, потому что она открасила, точнее. Она опять заржавела, пока стояла в участке, но сейчас выглядит неплохо. И вот уже, казалось бы, она готова к продаже, но по факту продать я ее пока не могу, потому что на ней висят ограничения на рекдействия. Соответственно, нужно разбираться с этим. Мы написали приставом, пока просто ждем, пока с нее снимут эти ограничения, сколько это займет времени, непонятно. И у нас осталось небольшое количество бюджета после всех наших договоренностей с Кади. Я напомню, что мы купили ему за полтинник машину. Еще там 25 тысяч стоило оплатить штрафы, которые висели на этой 39-ке. Поэтому у нас бюджета осталось 80к. Не очень большая сумма, но мы постараемся в эту сумму найти какую-нибудь бюджетную тачку, на которой мы сможем заработать. Возможно, это будет какая-нибудь жига, может быть, после зимнего дрифта остались у кого-то какие-то корчи, которые мы сможем перепродать. Ну, короче, что-нибудь обязательно найдем, обещаю вам. Поэтому смотрите этот видос до конца, не переключайтесь. Приятного просмотра. Здорово, пацанчики. Короче, приехали за автомобилем невероятным. Вам подниму. Весьма интересный автомобиль. Я говорю, когда мимо ехал, я смотрел и думал, лишь бы это была не она. Но это она. Ну, честно, чисто по внешнему виду она должна стоить 120. Ну, я поехал. Моя барская свинья. Это кто придумал? Так. Это не то. Не то, чтобы совсем понимать. А, вот это. Слушай, ну руль. Кстати, руль такой же самый, как в Жигине, на которой мы тысячу километров ехали. Ну, Вася на ней ехал. Это шестналь, да, я так понимаю? Да, совершенно. Это 1.5 или 1.6? 1.5. Ты разбирайся, да, из-поди? Ну, так. Слышал? Разок. Окей, а еще есть плюсов, кроме вот этого здесь, что есть? Она заводится. Это плюс, не поспоришь. Раз заводится, можешь завести туда. Даже сразу завелась. Кура нет? Это какой-то кури еще больной. Завелась бодро. А что дымится? Это нормально. А что он такой жиденький? А, удобно. Нормально, то есть он до конца идет? Там была палка, ее держать надо. Мне в последнее время слишком часто в рубрике «Перекупство» появляется отечественный автопром. Мне это не нравится. Сейчас подожди, баланс попробую найти. Ну что, какой резюме-то? Сейчас покориться, но посмотрим, что случится. Честно, у меня вообще нет желания это покупать, но наш бюджет не располагает чем-то серьезным, поэтому, возможно, придется это сделать. Но Саня сказал, что мы почему-то сможем на ней заработать. Саня, один вопрос. Ты уверен? Я пока думаю, я же еще ничего не купил. Пороги по 850 рублей в магазине стоят. Реально? Ну это потянем. А помимо порогов тебя ничего здесь не смущает? А помимо порогов здесь еще два баллона краски надо. Дворника вон одного нет. Еще рублей 200. Вопрос. Если здесь шишнарь, почему горит подсос? Торпета отбиваторная, тачка сама инжекторная. А как так получилось? Поменяли прибор. У меня есть инжектор, но будешь посмотрим. Но меня смущает только то, что она на холодную стучит. О, я слышал, не тушитель, я таким аку тушил. Удобно, кстати, хорошо работает. Закрой багажник, тест кнопки для багажника. Не работает. Ну ничего страшного. Честно, от 1 до 10, если оценить, как я расстроился, примерно на 1,5. Представляешь, она 4 года в собственности на девушке стоит. И она на ней на работу ездила. На 2 или на 3 хозяина. Да, на ней 2 хозяина. И на ней ездила ее сестра на работу вчера утром. Я ей сочувствую, это во-первых, что хотел сказать. Я хотел сказать то самое. Ну а во-вторых, я не знаю, пацаны, вы у нас эксперты. Сколько ты предлагал денег? Полкинник. Она сказала за 40, я, конечно, не хочу ее отдавать. За 40 дают, мы замираем. Да? Да. Что там такое? Интересно же, гули и покупать. Я в говне, б***ь. Стою, сука. Я не могу фото. Для того, чтобы понять, хорошо ли она едет, на ней можно проехаться. Нет, не надо это делать. Автомобиль до 50 тысяч мы не... Экспортируем. Да. Не делаем тест-драйва. Тест-драйва нет. Слушайте, вопрос такой вот. У Гордей в комментариях писали, что они похожи на Бибу и Бобу. Да или нет? Нет. Нет. Я считаю, да. Это слишком обидно. Напишите в комментариях, кто из них Биба, а кто Боба. Ну, сами. Это мы не вставили. Монтажер, вот он, братан. Вопрос по оценнику. В принципе, машина устраивает, но единственное, что она стучит на холодную. Ну, потом на горячую не постучит. Бесспорно. Просто непонятно, сколько он еще стучать будет. Он может как бы в скором будущем лечь. Потому что если на холодную стучит, значит что-то с давлением умер. Ну, когда носик не сделает, не значит. Ну, да. Ну, мы договорились на 50, да. При условии, что он едет, нормально не стучит, правильно? Ну, я понял. Ну, то есть дешевле 50 не будет. Понял. Ну, ладно, когда бы 45, не вам, не нам. Мы хотели бы 40, но за 40 мы сказали не отдадить. 45, и мы этот мусор с-под вашего дома забираем. Я видел, как человек одобрительно кивнул и избавился от этой помойки. Я очень-очень сомневаюсь в этой авантюре в очередной раз. Она на вас прямо на учете, да? Да, да, да. Невероятно. Через 10 дней. По крайней мере, вы не будете потом приходить и говорить, что вы ее не продавали нам? Хорошая шутка. Ну что, я достаю нашу скромную стопочку бюджета. Она выглядит теперь всего лишь вот так. Меньше, чем когда я начинал эту рубрику. Сейчас она станет еще меньше. Но, надеюсь, потом станет чуть-чуть побольше. Не знаю, сколько мы заработаем на этой машине, но Саня сказал, что тысяч за 80 ее можно продать, теория, если мы ее подделаем. Ну, если честно, мне реально интересно, как она едет. Это семерка, или что это? У меня же шестерей. Сейчас проверим. Саня сказал, что он лично готов переварить не по роге. Я аж охренел, когда он мне это сказал. Удобненько, в принципе. Вообще, без вопросов. Это же я один-то слышал. Ужать, а что-то есть. Она, по идее, должна. Право быть. О, нашел. Что с ним такое? А, у нас колесо не спущено какое-нибудь. Посмотри справа. Ну, выйди, посмотришь. Это херня. Ты обманул, ничего она не спущена. Все, выбишься. Как на ней ездила девочка. Ну, что за пушка, гонка такая. Чего, Ася, что за аппарат? Я не могу понять, как свет включить. Буду реально никак. Нет какой-нибудь кнопки дополнительной? Свет обычно с кнопки включается. Ну, не в этих. Смотри. Да, все, огонь дадает. Ладно, что, я думаю, не будем насиловать машину. Сейчас спокойненько по МКАДу доедем, а там уже будем разбираться. Ну, едет нормально, валит. Реально хорошо едет. Каен, видишь? Просто щепки вообще. Правда, он не знал, что я с ним гоняюсь, но это уже второй вопрос. Если на ней до этого только девочка ездила на работу, то сегодня она явно почувствовала вкус жизни. Я предлагаю бит записать. А еще похоже на петушка немножко. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Итак, наступил какой-то другой день. Уже, наверное, неделя прошла с момента, как мы купили эту жигу. За это время мы нашли новые задние фонари, нашли бампер. И сегодня будем заниматься тем, что мы отрежем старые пороги и приварим новые. Всем привет. Его я взял просто для антуража. Он сказал, что я ничего делать не буду, но пускай постоит. В смысле, почему он ничего делать не будет? Там бампер, иди ставь. Хорош, что тогда дувань на связи? Слеп. А что там говорят? Капот какой-то там у Гордея есть, да? Она же едет целый. Мне кажется, можно незаметно под шумок вот так вот. Мы тот сырок красить будем. Чё, под шумок, вы уже спалились в Ашаре. Надо было раньше. Как-то нас никто не остановит. Я же все равно не смотрю эти ролики. И вот эту вот телегу вы пытались продать мне, да? Нет. На шестнере, которая, типа, бешеная, типа. Почему пытались продать? Ты же говорил, будешь покупать? Игорян, говорит, по-любому возьмет. Это куда ролик снимать? Ты просто на ней не катался. Ролик на твой канал? Да. Игорян, тебе же писали в комментариях, не пи***й. Да это там какой-то писал, один сегодня. Один из десяти тысяч. Игорян тут горел. Все поддерживали, ну, вообще-то я делаю 40% контента. Ну, всё, тогда поехали, пацаны. Да, давай. Остальные 60 делает Никитов. Ты что тут делаешь? 60 делает монтажа. Да, да, да. Объясните, я пропал на такой долгий срок. Что с ними случилось? Всё, кончились. Горян! Чё? Я работаю, не снимай. Работаем и пи***ю. У меня полиция Российской Федерации, вообще-то. Не полиция, а Российская Федерация. А, не полиция. А, не полиция. А что пошло не так? Так у вас дырки не сходятся, алло. Да подожди, что там сходится. Подожди. Ударь ногой, я держу. Почти. Где ты, б***ь, их понабрал? По объявлению. Я, говорит, могу в***ть так, чтобы, б***ь, просто. Я, говорит, боюсь, только человеку покалечить. Что? Ну, нет. Это же неинтересно. О! Часть готова. Ты видел какая-то в трёх? Да, видел. Илья Брусникина, привет. Это кто такой? А ты обратил внимание уже на то, как подключен Плюс? Ну, не похоже на предохранитель. Ну, российского Близова, местного, колхозного. Да, 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 это больше подходит. Причём, самое что интересно, что он даже не сгорит. Короче, есть предложение, основа пацанов туда ставить, а мы пограли в тысячу. Я думаю, они тут сами разберутся. Мы добрались. Мы съездили уже в тысячу километров. План сорвался. Мы надеялись, что что-то произойдёт, пока нас не будет. Но Сань тоже уехал. Я тоже уехал. Да, поэтому ничего не произошло. И мы продолжаем. Время переваривать пороги. Выкидываем всё из салона для начала. Короче, смотри, зажимаешь вот тут собаками, с той стороны крутишь. Кошками. Собаки, это вот эта хуйня, которой Саня зажимает порог. Ладно. Да, б***ь, они руками живут. Плоску губцы есть? Второй высернулся. Победа! Это либо яшма, а вот она, семёрка. Тёмно-вишнёвый. Ты, ты, фраконья, баклажан. Плоску губцы есть? есть по баклажан есть есть все кайф и берем 1 или 2 3 баклажан стасен баклажан стасен все идеального числа успешный успех чисто на рандом решил вехать в магаз и повезло аж целых три было все как надо вот нормальная машина поехала это типа когда расстался с девушкой на месяц и потом короче вот снова сошлись это это ты у нее по счету 50 лучше хоть что-нибудь полезное бы сделал доставь зачем это надо спортивная я тебе сейчас знаешь куда это приклею ребята не подумайте я не специально оделся так чтобы не помогать эти просто нужно опыт поднимать жигулевский как говорится один раз мы обострались и 39 обострен сейчас до конца семеркой 3 баллон на всю машину взял обезжиривание завершено реально это уже куплено так что два слоя сделать если что ночью фиолетовая жопу мой снимает ходит свеженько стало мы точно продадим вообще нет так хочу такого то как она вообще целая смотри как новая реально пол машины покрасили что ласточка готова к продаже смотрите какая тюльпанчик баклажанчик я бы не сказал что она выглядит так как будто ее покрасили с баллоном мне кажется вообще нормально надеюсь на нее быстро надется покупатель хоть сейчас и не сезон но жига хорошая на шестнаре едет добротно есть косячки но зато у нее новые пороги она вся перекрашена нет ни рыжиков ничего она на литье на зимней резине и короче еще много плюсов мотор как говорит игорян хороший хорошо работает ровненько тихо поэтому думаю кто-нибудь это заберет так ребят у нас сегодня прям какой-то просто день продаж сегодня утром продалась наша жига в общем кома у нас покупают нашу пятерку денежка на базе поэтому давайте земляки вам удачи и сейчас мне позвонил тимоха и сказал что еще и покупает 39 мы почти приехали уже на место походу наконец-таки потихонечку начинает возрождаться рынок потому что пока вся была вот эта вот движуха очень сложно покупали за продавались машины но сейчас обе мои тачки будут проданы у меня будет наконец-таки хоть какой-то бюджет чтобы купить еще одну новую тачку на перепродажу я очень рад этому честно говоря еще очень рад что у четверки классные стрел по счастливой случайности документы у меня с собой ну чё пока ребята там оформляют документы последний раз хочу посмотреть на свою красотку сколько всего с ней связано было за последнее время пока она у меня я напомню для тех кто не в курсе мы купили в твери для того чтобы успеть на сделку дима в петель с вами приятными делом 14 миллионов потом мы поехали на ней в питер по пути у нас сорвалось колесо потом легла коробка до питера на не доехала мы ее на эвакуаторе довезли в итоге до города там поставили новую коробку я ее привез обратно в москву тут я ее выставил на продажу приехал собственник машины на коману на учете заявил что он ее не продавал у меня машину забрали целый месяц она была в гибдд для того чтобы ее забрать и чтобы она осталась в конечном итоге мне 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 пришлось купить другую машину человеку восьмерку подарить оплатить кучу штрафа и вот сейчас наконец-таки когда она полностью моя я ее продаю ну и давайте почитаем бюджет на чем у нас в итоге все заканчивается мы продали сегодня жигу за 70 мы продали сегодня эту тридцать девятку и по итогу с учетом того бюджета который у нас еще остался в принципе из бюджета у меня сейчас будет 260 тысяч да это меньше чем бюджет до которой дошел до этого но это хотя бы что-то потому что у меня был шанс потерять вообще все но уже с этим бюджетом в следующем выпуске ребят мы обязательно купим какую-то максимально интересную тачку и тоже снимем про это видос для вас поэтому пожалуйста поставьте лайк этому видосу и подпишитесь на канал потому что сейчас очень мало народу подписывается просмотр большие поэтому мне очень обидно короче ребят подписка лайк ждите следующий выпуск он будет очень интересный до новых встреч